Украинские нацисты вовсю гастролируют по Европе и США. Их награждают в Дисней Уолд Парке. Да, вы не ослышались, именно там и делает это Пентагон. Правда, на локте нацистская татуировка черное солнце спрятано от любопытного и сведущего взгляда. Фотограф Азова Орост, он же Дмитрий Казацкий, успел прийти на интервью одного американского телеканала в Штатах, не зная языка, читал со шпаргалки заранее заготовленные переведенные ответы. Транскрипцию оформили на русском. И еще раз, русском языке. Это вот демонстрация, насколько важен был гость для промывания мозгов американской публики. Прежде выступил перед школьниками в штате Мэриленд. Главное, чтобы пришел без угощений, например, таких. Впрочем, о вкусовых предпочтениях в пицце и одежде с нацистской маркировкой 1488 умолчали и в эфире, и в школе, и на фестивале документальных фильмов «Док Нью-Йорк». Обличительную речь 13 ноября произнесла студентка из Нью-Йорка. Эй, у меня есть вопрос. Почему бы вам не сообщить всем здесь, что господин Казацкий является открытым неонацистом, членом батальона АЗОВ, неонацистского батальона? Он выкладывал фотографии Гитлера, картинки свастики. Почему вы его пригласили? Он участвовал в убийстве детей Донбасса. Этот пример далеко не первый, когда молодые американцы, еще не попорченные американской пропагандой, задается вопросом, а на кой Соединенные Штаты растят за их деньги в Европе Куклусклан. Этот инцидент произошел примерно месяц назад. Американцы едва ли не сорвали выступление представительницы демократической партии США Александрии Акасия Корп, обвинив ее и демократов в поддержке, нет, содержании украинского нацизма. Вы проголосовали за мобилизацию и отправку денег украинским нацистам. Вы трус! Американцы, Соединенные Штаты Америки, всегда руководствовались исключительно своими интересами. В данном случае своими геополитическими интересами. И если в их интересы входит использование любого сброда, в том числе и нацистского, они будут использовать этот сброд и не обращать на это никакого внимания. Надо азовцев использовать. Там нарисуют, что это азовец, демократ, кто угодно. До народа ж не доходит. Да если даже и дойдет эта информация, что народ решает в политической жизни? Ничего. Выбелить коричневый оттенок у украинских нацистов очень стараются. Месяц за месяцем меняется стилистика и подбор слов по отношению к украинским событиям и участию в них нацистах всех калибров. Конечно, случаются огрехи, как этот, когда по нелепой оплошности в прямой эфир СНН в репортаж об освобождении Херсона попадает украинский военный с флагом. Патриотично зигающий. Мизантропик дивижн. Правый сектор. Азов. Американское национальное социалистическое движение. Что объединяет эти украино-американские движения? Нацизм. Впервые я поехал на Украину сразу после революции на Майдане. Наш полк еще не был сформирован. Тогда это был всего лишь батальон, но я активно сотрудничал с добровольческим корпусом правого сектора в Великобритании и через них я оказался в Мизантропик дивижн. Многие говорят, что якобы меня туда отправило ФБР, но ФБР не имело к этому отношения на самом деле. Это было Центральное разведывательное управление. Они свели меня с ними. В США нацистская идеология не запрещена законом. Конституции его вряд ли открыто встретишь на улицах крупных городов. Скорее в глубинках. Например, Шарлотта-Свилл, штат Вирджиния. Местные власти смотрят на подобные сборища сквозь пальцы. Так интересно работает демократия, интересно избирательно. Защищенные пятой поправкой нацисты спокойно обсуждают превосходство расы, а потом давят, буквально давят, как 12 августа 2017 года. Нацисты со всего мира с 2014 года ездили на Украину все равно, что для обмена опытом. Там получали практику из сафари. А с началом украинского конфликта их закинули в окопы. Да, кстати, объединены они все черным солнцем. Украины, США и идеолога СС. Бригад фюрера Карла Марии Виллигута. Среди иностранных членов было много выходцев из Грузии, Латвии, Америки, Финляндии. Много скинхедов. На случай, если мир задастся вопросом, что случилось со всеми настоящими скинхедами, все не уехали на Украину. Операция Беладонна. Из этих рассекреченных документов ЦРУ следует, что американская служба нацбезопасности 46-го года взяла под патронаж украинских националистов. После победы Советского Союза во Второй мировой войне в США таким образом пытались нивелировать растущее влияние страны Советов на мировой арене. Этот проект был более долгоиграющим, нежели создание разного рода экстремистских ячеек, типа Аль-Каида или ИГИЛ. В 3800 рассекреченных американской разведкой документах содержатся подробные доказательства того, что с 53-го года ЦРУ осуществляло две крупные программы, направленные не только на дестабилизацию Украины, но и на нацизацию. Советский Союз распался, но программы никуда не делись. Американский университет Джорджа Вашингтона заключил под крышей, например, Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного на Украине, который курирует Госдепартамент США, обитает украинская ультраправая организация «Сентурия», тесно связанная с нацбатальоном АЗОВ. За несколько лет в ее ряды вступили многие военные курсанты академии, которые сегодня служат в ВСУ. Куклусклан по-украински нацизм все эти долгие годы зрел у нас под боком, на почве украинской коррупции, сдобренной американским долларом. Прошли годы. Битые гитлеровские сподвижники, залезшие поглубже в щель, маршируют по столицам Европы, не склоняя головы, падает Алеша, а на могилах наших защитников появляется свастика. Оказалось, не стоит придумывать новых ходов. Изменения в образовательной системе – пропагандистские тезисы. Фанаты чистоты крови и превосходства расы станут системным оружием в руках дельцов ЦРУ. И на Западе, и на Востоке. Екатерина Тихомирова, Виталий Соплица в главном эфире.